Первое в новом году заседание законодательного собрания и первые в его стенах политические баталии, которые можно считать разминкой перед выборами, хотя до них еще довольно далеко, ровно 7 месяцев. В эфире Акценты дня в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! Ух и соскучились они друг по другу и по словесным перепалкам с привкусом партийной принадлежности. В кулуарах Закцоба депутаты дружески пожимали друг другу руки, дарили улыбки. Видно было, что почти двухмесячный перерыв в законотворчестве они намерены закончить резко. Все правильно, ведь впереди самое интересное и жаркое для них время – предвыборное. Однако, то ли повестка дня была сформирована так, что наиболее горячий вопрос составили напоследок, то ли политические мышцы еще толком не разогрелись. В общем, почти два часа дискуссия была вялой, можно сказать, никакой. А ведь было на чем сыграть. Главный полицейский области делал доклад по итогам работы в прошлом году. Они, с одной стороны, неплохие и тяжких преступлений зарегистрировали меньше, чем в году позапрошлом. Но с другой – растут кражи и мошенничества, а также преступления на улицах в пьяном виде особенно. Одним из способов их предупреждения, а также обеспечения защиты лиц, находясь в состоянии опьянения, является организация специальных учреждений, оказывающих услуги по вотрезвлению граждан. До настоящего времени данный вопрос остается открытым. Однако, оппозиционеры никаких особых выпадов в сторону генерала полиции не сделали. Может быть, из-за уважения Михаил Давыдов, едва вступив в должность, стал держать своих подчиненных в тонусе, требуя результатов. Потому почти ничего о коррупции от большого любителя этой темы депутата ЛДПР Андрея Резлера, а коммунисты с СССРами припоминают в основном старые грехи, типа нераскрытых уголовных дел по убийству депутатов Молдашева и Шигурова. Владимир Фролов, в свою очередь, предполагает – уличная преступность растет, потому что патрульных полицейских стало меньше, а общественники, те же казаки, им совсем не помогают. Я по опыту работы Краснодарского края, могу сказать, по опыту работы Ставропольского края в отношении все-таки казачества. Я не просто поднял этот вопрос. Я много езжу по области. Я никогда не видел, чтобы дружинниками выступали представители казачьих обществ. Это массовые мероприятия где-то проводятся, да, ну, парады, значит, так сказать, честования и так далее. Но в повседневной нашей жизни этого ничего нет. Столь же благосклонно, с минимальной долей критики, ЗАГСОП принял к сведению и другой доклад областного сельхозминистра Михаила Маслова. Депутаты погоревали разве что по поводу недостатка господдержки. По мнению Александра Жаркова, для нормального проведения сева не хватает почти 2 миллиардов рублей. И традиционно посетовали на крайнюю закредитованность хозяйств и фермеров, а также засуху, которая несколько лет подряд подрывает и без того незавидное финансовое положение аграриев. Но тут подошли к очередному вопросу повестки, выборам второго заместителя председателя. Стоит напомнить, что долгое время областной парламент обходился одним замом, Игорем Сухаревым. Зам номер 2 Александр Сало, после возбуждения в отношении него уголовного дела полтора года назад, был сначала смещен в простые депутаты, а после приговора суда исключен из их числа. Сергей Грачев предложил кандидатуру Александра Трубникова, председателя комитета по вопросам законности и правопорядка, из числа единороссов. До окончания срока полномочий депутатов пятого созыва чуть более полгода. Зачем сейчас избирать вице-спикера? Фракция ЛДПР заявила, что это, по их мнению, лишняя процедура. Однако коммунисты и справедливороссы были настроены по-другому. Пусть выборы будут, но давайте в бюллетень для тайного голосования внесем и нашего кандидата, лидера КПРФ Владимира Новикова. Но это предложение среди депутатского большинства энтузиазма не вызвало. В итоге сначала голосование открытое за то, чтобы оставить одного кандидата вице-спикеры, а затем тайное. Его результат предсказуем. Оппозиционеры не голосовали вообще, но это ничего не решало большинство голосов за Трубникова. Это человек, который уже не один созыв работает в законодательном собрании. Ну и, что немаловажно, это человек, в общем-то, коммуникабельный, человек, который привык работать с населением. По сути дела, должность зама – это несколько моментов, это и работа с аппаратом, это обеспечение взаимодействия между комитетами, это представительские функции, в том числе участие в законодательном собрании, представителей законодательного собрания в плановой работе других государственных структур, федеральных структур. Мы просто лично раз показали и убедились, какая монополия этой власти, они полностью сделали глухую защиту от участия вот этих представителей фракций в рассмотрении всех вопросов. В общем, оппозиция, с одной стороны, в очередном проигрыше, но с другой – без особых обид в адрес партии власти. Подобные противостояния в стенах областного парламента нередки, но заканчиваются они с одинаковым и всегда одним и тем же результатом. Это были «Акценты дня». Увидимся.